Для канала Дождь Ксения Собчак. У меня к вам два вопроса, если позволите. Первое. Вот пока все озабочены событиями в Украине, происходят события, которые волнуют нас на территории Чеченской Республики. А именно глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на территории Чеченской Республики не работает закон Российской Федерации и не работает Российская Конституция. А именно он публично заявил о том, что будут некие расправы над родственниками людей, обвиняемых в терактах, которые еще не были по ним приняты судебные решения. В связи с этим хотелось бы получить ответ. Вы как юрист, как гарант Конституции будете ли защищать тех граждан, которые сейчас подвергаются досудебным расправам? Их дома уже сжигаются. Единственная правозащитная организация в ней сегодня происходит в Чечне – обыски, был поджог и так далее. Как с этим быть и что с этим делать? Зачем ты ей дал слово? Виноват. Ксюш, давайте все-таки по одному вопросу. А можно сразу второй вопрос? По одному вопросу давайте уважать всех. Ладно. Ну давайте, давайте второй. Нет, уже дали. Ксюш, давайте второй вопрос. Какой у вас? Второй вопрос я бы хотела вот все-таки разъяснить для себя и нашей аудитории по поводу вот этой тонкой грани между пятой колонной и оппозиционерами. С Лермонтовым все стало понятно, но вот хотелось бы с ныне живущими. Вот вы, Владимир Владимирович, в свое время публично объявили о том, что против моего отца была развернута травля в СМИ. И мне кажется, что сегодня вот этот термин травля, он опять вернулся в нашу жизнь. И я имею в виду не только травля Макаревича, травля какими-то фильмами про выдуманных друзей хунты, а я знаю этих людей и знаю, что они точно патриоты, многие из них своей страны. Всяких обзывалок типа «Жида-бандеровцы» на первых федеральных каналах. Вот я бы хотела спросить. У меня есть ощущение, что сегодня есть ситуация, в которой федеральные каналы специально сеют и разжигают ненависть внутри российского общества. Ну, например, один сюжет о распятом мальчике из Славянска, показанный по первому федеральному каналу, где у государства есть блокирующий пакет. Вот этот сюжет был признан и доказан уже, что это была ложь, но никто за этот сюжет не извинился. Вот вы не боитесь такого градуса ненависти в нашем обществе, того, что одни люди так настроены против других? И что вы собираетесь делать для того, чтобы этот градус ненависти снизить? Считаете ли вы, что по-прежнему люди делятся на ваших соратников и бандерлогов? Значит, бандерлогия, конечно, существует. Это Киплинк ещё сказал, не я же. Значит, ну, а если по сути, начнём с первого вопроса, это по поводу того, что было сказано Кадыровым в отношении родственников террористов, в отношении их жилья, там, изгнания из республики и так далее. Вы знаете, конечно, и здесь у меня нет и не может быть никакого другого подхода, кроме одного. В России все должны соблюдать действующие в нашей стране законы. И никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом. Это первое. Второе. Я уже говорил, что жизнь, она сложнее и многообразнее. И должен сказать вам из практики работы антитеррористических подразделений, как правило, я не говорю всегда, я сейчас поясню, что имею в виду, как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Это как минимум. В подавляющем большинстве случаев. Но это не даёт право никому, в том числе и руководителю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. Вы здесь абсолютно точно с вами согласны. И более того, соответствующие правоохранительные органы сейчас проводят по этому случаю предварительную проверку. Кто были те люди, которые сожгли дома, уничтожили их, родственников террористов? Это нужно выяснить, потому что это были люди в масках. Само заявление Кадырова могло быть и просто эмоциональным, а этим мог кто-то и воспользоваться. Эмоции в таких случаях, мне кажется, понятны, потому что в ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров, и началось всё с убийства сотрудников ДПС. Не в ходе какого-то боя, столкновения, а просто людей подло фактически расстреляли в упор. И потом погибло ещё дополнительно большое количество людей, всего 14, 38 раненых, в том числе есть тяжелораненые. Как вы знаете, тысячи людей потом вышли на митинг. В этих условиях, конечно, руководитель республики сделал определённые эмоциональные заявления, уверен, и эти заявления полностью соответствовали ожиданиям со стороны людей, но он не имел на это права. И совершенно правильно будет проверить все эти факты. Повторяю, здесь кроме публичных заявлений и последовавших затем действий, в том числе по уничтожению этих жилищ, должна быть проведена проверка и установлено, что же на самом деле произошло. Может быть, просто кто-то воспользовался этим и сделает. Может быть, нет. И тогда соответствующие правоохранительные органы должны будут определённым образом отреагировать. Вместе с тем, и вы это хорошо знаете, к сожалению или к счастью, как хотите, в мировой практике борьбы с террором такие методы применяются. Самым активным образом применяются в Израиле. Но и это ещё не всё. Дело не в Израиле. Вот сейчас мы стали свидетелями того, что в Соединённых Штатах после 11 сентября были легализованы пытки. Это как? Можно объяснить. Больше того, они не просто были легализованы. Разрабатывалась методика использования этих пыток. Поэтому жизнь сложна и многообразна, но мы должны придерживаться закона. И здесь я с вами согласен. Если мы будем выходить за рамки закона, это приведёт нас к хаосу. Будем и эти факты тоже расследовать и реагировать на это. Теперь, что касается различных компаний по травле, как вы сказали. Я просто знаю. Я узнал об этом, когда в Москву приехал. У меня и так были подозрения, что в отношении вашего отца была развернута травля, именно организована травля. Но когда я приехал в Москву, я нашёл этому прямое подтверждение. Мне и тогда казалось странным, что после приобретения Анатолия Александровича Собчаком какой-то несчастной квартиры и 100 метров, против него было возбуждено два уголовных дела в течение недели. Месяцами не возбуждают. Здесь в течение недели были возбуждены дела. А потом в ходе избирательной кампании сам факт возбуждения был распечатан в листовках и разбрасывался в Ленинграде с самолётов. Конечно, это была явно кампания организована, причём организована была определёнными представителями власти в борьбе с ним. Хочу вас заверить, что никакой организации, какой бы то ни было травли в отношении людей, которые не согласны с нашими действиями, скажем, на Украине, в Крыму или по каким-то внутриполитическим вопросам. Никто этим из официальных органов власти, представителей органов власти не занимается. Если есть какая-то реакция общественности, людей, которые не согласны с этой позицией, то люди, которые столкнулись с этим сегодня, должны понять, что они не могут монополизировать право всех обвинять, что есть люди, которые не согласны с их позицией, и их тоже будут обвинять. И надо научиться на это реагировать адекватно. И не шуметь и кричать на каждом углу, «Караул ритуете, громадяне, меня там шульмуют», а отвечать что-то тоже так же в публичной сфере. Что касается официальных органов власти, хочу ещё раз повторить, никаких попыток, никаких указаний, никакой организации никогда не было и не будет, какой бы то ни было травли в отношении кого бы то ни было. В отличие от нас, наши, скажем, европейские партнёры поступают по-другому. Вот, например, там уже Газманову, Валерия или Давыдовичу Кобзону, МИДом, Министерством иностранных дел Латвии, было запрещено въехать на территорию Латвийской республики. Вот это называется позицией официальных властей. Такой позиции российских властей нет, не было, нету и не будет никогда. Редактор субтитров А.Семкин